Здравствуйте! Это программа «Русский язык за чашкой чая» и мы ее ведущие Татьяна Шахматова и Лада Москалева. Наша сегодняшняя передача посвящена праздникам, подаркам и поздравлениям. Но выбрать подарок – это только половина дела. Гораздо важнее правильно его вручить и сказать при этом правильные слова, а это уже целое искусство. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни! Пух! И сегодня мы поговорим о том, как сделать ваше поздравление теплым и приятным вашему другу. И нам на помощь пришли наши студенты из разных стран, которые помогут нам понять, какие сувениры интереснее всего привезти из России, какие подарки привезти своим друзьям, близким, родственникам и какие слова при этом необходимо сказать. По-моему, это железная ваза, да? Обычная ваза. Да, железная ваза, да? То, чего? Поставить на стол и положить тоже конфеты, печенье. Вот это материал, смотрите. Да, да, что? Можно забрать вазец, вот это так. Ага. Поставить на тарельке печенье, может быть, фрукты, не знаю. Смотри, я беру печенье или фрукты, поставить сюда, в общем, вазец и покушать. Да, но это не так чистый внутри. Это чистый. Грязный? Да. Может, по-моему, это два вечеринки, может, и может находиться в бутылке шампанг, шампанг, водка, может. И мороженое, мороженое виши, как называется? Да. Да, да, можно тоже. Да. Маленький холодильник. Да. Что это? Я тоже не знаю. Раньше я не увидела такой. Наверное. По-твоему, что будет? Внутри еще есть... Вот. Ничего нет. Можно? О! Что это? Не знаю. Нужно собрать что-то. Да. А, это... Наверное, зима холодно, когда и внутри... А, благо он. Наверное. Не знаю. Может быть. Может, отец моей девушки. Это выглядит из Украины. Это украинский. Это советский. Билет государственного банка. Советский рубль. Угу. 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 Один рубль. СССР. Как это красиво. Бумажный. Ладно. Это не советский. Нет, советский. Это не советский. Казанский билет. СССР это советский. Казанский билет. Красивый билет. Пятый рубль. Как красиво. Государственный банк СССР. Да. Это советский рубль. Железный. Сорок шесть рублей. Это семнадцать копек. У меня сегодня эта красивая кукла. Она из Екатеринбурга. Круто. Очень. Спасибо вам. Я купил этот. Я не знаю. Но я думаю. Это посуда. Да. Это как. Думаю, можно стоять в кухне или в какой комнате. Красивый. Это как. У меня третий. Поэтому. Лично. Этот большой. Для тебя. Спасибо большое. Да. Это можно стоять в комнате. Один на твоей столе. Это для российских напитков или вообще? Нет, нет. Это как может стоять что-то внутри. Ааа. Я думал, это для пива. Комфеты или нет. Нет. Это очень большое. Да. Может конфеты внутри или что-то. Это очень красивый. Но мне кажется, это только русские вещества. Которые девушки используют. Используют, да. Я не знаю, что это. На свои волосы. Но у меня длинные волосы. Но мне кажется, они будут работать со мной. Но попробуйте. Да, очень красивый. Мне кажется, будет очень красивый с русскими одеждами. Попробуйте. Попробуйте. Да, можно. Я не знаю, как. Давай я помогу. Да. Другой стороны. Да, думаю, здесь лучше. Хорошо. Так красиво. Очень красиво. Не зашло. Это что? О, это. Думаю, в Китае многие люди это используют. Да, да, да. О, особенно. Да, да. Старые, старые. Да, да. Я видела в сериалах. Да, да, да. Очень много я видела. Ага, в древности это очень... Ну, можно... Да, да, да. Да, да. Сержать волосы. Но в Иране такие нет. Нет? Я использую для меня. Это можно подарить своим иранским друзьям. Ну, почему им два дарят? Ну, это... Это мое. Никому не дарят. Ладно, опять понравилось. Ну, да, конечно. Вот такие до сих пор не видела. Ага. Да. Только в сериалах я видела. Вот такие. Это последняя посуда для твоей кухни. Это когда вы... Готовы? Хочешь готовить или торт или белый. Я не знаю, можно использовать то. Когда ты хочешь это использовать, позвони мне, пожалуйста. Ты не будешь... Ты не будешь ничего... Конечно, буду позвонить, потому что вообще я не знаю готовить. Ну, можно это оставить только в комнату и... Да, как игры. Для стресса. Этот инструмент может быть для готовить? Может быть. Ага. Я хотела бы это тебе... Для меня? Спасибо. Спасибо. Поэтому я знаю, что ты очень любишь готовить, а что ты очень хорошо готовишь. Может... То... Это... Это... Может быть, что... Когда... Нет, точно. Ааа. Когда у меня тесто. Угу. Для... И... Пельмени. Да. Да. Это хорошая идея. Да. Хорошо работает. Хочешь? Да, да, да. Да, да, да. Красный. Да, это... Делает круг. Я, наверное, не знаю, что делать с этим куколом. Я не думаю, что это для детей. Это не... Нормальная куколь. На что-то... Не знаю. Что ты думаешь? Это просто... Для дома. Декоративная куколь. Может быть, у нее традициональные одежды. Угу. Угу. Может быть, когда друзья купили новый дом или квартиры, и я подарила бы этот куколь и желаю хорошее время в новом квартире. И все доброго, да. Хочешь? Да. И там книга. Угу. Там книга. И здесь дамы с... Двих... Двих... Собач... Ками. Да. Угу. А здесь... Штыкнига. Угу. 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 Ну, книга Чехова. И... В университете мы читали рассказ дамы с собачкой, и поэтому... она заканчивалась его изучение да это хорошая идея ну что ты думаешь это не работает думаешь это для стаканов если у меня стакан я это как декоративный элемент здесь немножко картинки а здесь написано ужаские сказки ага я думаю что это моя бабушка очень любил это тоже хотела бы это сказать как мои подруги не есть что-то традициональные не думаю что студенты этот любят на моя бабушка или девушка да очень подушка да какой это подарок ну красивая но это да 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 красавицы у меня есть один хорошая идея какая скажи я хочу под а скоро у нас тоже будет праздник да праздник да ну уже прошел но праздник луны у нас есть такой китайский праздник традиционный да 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 ну я хочу на этот праздник подарить вот эту подушку своим ей прибывательница правда это когда праздник ну это праздник обычно мы родные и друзья собираемся вместе и любуемся луной праздник луны да и в этот праздник мы всегда готовым пряники мы вместе попробуем и нашла наслаждаемся луной и поэтому я хочу ей подарить чтобы когда мы вместе наслаждаемся луной в ночь он она может удобно сидишь с этой подушкой и еще один еще один вариант я хочу когда она на лекции она светит с этой подушкой и хочет спать уже когда мат нам тоже будет легче да а кому подарить ты хочешь это кто это кто это кто не знаю макс да макс да да это кто это кто идеалист в советское время да очень очень известный в советское время это это может быть вам не известно а нам особенно в китае ну его идея очень влияет на очень известный это какая-то книга ленин ленин да ой еще это коллектив коммунистического труда мы перейдем к победе коммунистического труда интересно интересно да думаю это для советского союза да это тоже советское время ну я думаю что если в китае это уже очень очевидно можно подарить старым людям да да я так и думаю ну я хочу подарить молодым потому что они много из них уже не знают это время они мало знают о этом времени да 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 поэтому я хочу им подарить чтобы они побольше знали эту историю да конечно мы можем подарим наши одноколясники в нашей стране оо да 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 тоже и кому листа за но я раньше не увидела да-да-да думаю я увидела на голове старик старый человек до на автобусе старый сейчас я старый идет тебе это чтобы красивый или тепло что-то думаю не буду очень тепло но на внешность на хорошие внешность может люди используют это зеркало или что-то да думаю это как зеркало да структура поздравления обращение начинать поздравление нужно с обращения который является общепринятой формой вежливости первое предложение в приветствии обращение должно быть восклицательным официальные формы обращения уважаемый уважаемая татьяна петрова уважаемые господа уважаемый уважаемая ольга ивановна сергей петрович дорогой дорогая екатерина владимировна уважаемые работники коллеги гости конференции глубоко уважаемый глубоко уважаемая глубоко уважаемые зрители собравшиеся гости это очень официальное обращение личные формы обращения дорогая ирина любимая мама мой самый лучший друг бабулечка дорогой антон повод для поздравления поздравляю тебя или вас с чем с днем рождения с праздником восьмого марта с новым годом слова к подарку я дарю тебе вам этот подарок чтобы у тебя у вас был было было были что все хорошо много денег много лет жизни успех в делах и работе удача в новых начинаниях вдохновение в творчестве я дарю тебе этот подарок чтобы ты делал что радовался жизни рисовал прекрасные картины занимался спортом получал удовольствие от новых впечатлений я дарю вам этот подарок чтобы вы всегда были какими счастливыми довольными жизнью веселыми умными пожелания обычно если вы плохо знаете человека желают общечеловеческих благ счастья здоровья осуществление планов успехов в бизнесе и творчестве если вы знаете человека достаточно хорошо то лучше вспомнить его положительные личностные качества достижения в профессиональной сфере если это работник вашей фирмы то и пользу которую он принес для нее примите наши искренние поздравления по случаю открытия филиала от всего сердца выражаем поздравления с чем сердечно поздравляем вас с успешным завершением проекта дела учебы и так далее поздравляем вас с юбилеем желаем дальнейших успехов желаем счастья здоровья здоровья радости семейного уюта и тепла праздничного настроения успехов осуществления задуманного желают вам коллеги желаем чтобы сбылись все ваши стремления и реализовались планы и начинания удачи в новом году желаем вашей фирме дальнейшего процветания и успехов убеждены что открытие представительства вашей фирмы станет важным шагом в развитии бизнеса желаем успехов и дальнейших достижений желаем успехов и новых совершений пусть команда единомышленников будет надежный а все масштабные планы реализуются поздравляем с назначением на новую должность успехов и новых совершений вам господин заместитель директора или ведущие специалисты говорят о подарках и пожеланиях нужно помнить что в каждой стране и в каждой культуре есть свои хорошие и плохие подарки например в китае не стоит дарить своему возлюбленному грушу дело в том что по-китайски груша звучит очень похоже на слово расставание и такой подарок может быть неверно истолковым а я также знаю что в китае не принято дарить зеленую шапку это все равно что подарить мужу лосины и рога потому что зеленая шапка означает измену у нас в китае есть такое ну а мы так говорим а можно подарить кому-то тапочки или ну туфли чтобы они шли дальше и дальше чтобы они в своей жизни могли шли идти дальше и дальше успехов да 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 интересно еще еще есть один если это следить если это любимые это девушка и свой парень если девушка подарит это тапочки своим парнем это значит все тебе уже мне не надо да да ты можешь идти а на сегодня мы прощаемся с вами это была программа русский язык за чашкой чая счастливых вам и веселых праздников с любимыми и близкими людьми пусть ваши подарки радуют а слова согревают